Бесы не имеют никакой власти над человеком! Первое положение. Второе. Бесы могут действовать в человеке и на человека лишь в той степени, в какой он протягивает им свою руку! Слышите? То есть, когда он... Вот явно совестное и бессовестное дело! И всё, вопрос ясен. Антоний Великий пишет, а не кто-нибудь пишет, Бог благ и только благ, и только благое творит! И дальше говорит, если человек старается жить по заповедям Божьим и покаяниям, то он соединяется с Духом Божьим. Если же он начинает жить противно заповедям Божьим, то он соединяется... Слышите, как подобный соединяется с подобным? То он соединяется с духами злобы... Слышите, о чём пишет? Вот с кем он соединяется тогда! Вот в каком случае! А Исаак Сирин прямо пишет, «Ни одна тварь!» И перечисляет затем и бесы, и люди, и звери, и кто угодно! Ни одна тварь не может прикоснуться к человеку без попущения Божия! А попущение Божие бывает лишь тогда, когда человек сам произволяет козлу! То есть, когда... «Здравствуйте, дорогой господин бес! Мы с вами друзья!» Вот тогда, конечно! Тогда он рад! Он хвостиком виляет и рогами! Вот только когда! Никакой власти с пришествием Христа не имеет он власти! Он повергнут! Но мы можем дать ему руку! И тогда только он действует! Но апокалипсисе написано, что наступит время, когда он будет освобождён! Наступит время, когда он, этот сатана, будет освобождён! И тогда, вот тогда будет страшное дело! Почему он будет освобождён? Потому что люди окончательно предадутся бесовской жизни! Не останется никакой веры! Я говорю, веры не по форме! Здесь-то можно написать, что я православный! А веры по жизни не останется! И вот, в конце концов, оказывается, тогда он тогда выйдет! И тогда уже, действительно, Антихрист объявит себя Богом, все с удовольствием его примут! Написано, что он сядет в Храме Божьем! Что значит в Храме Божьем? Его будут почитать за Божество, за Спасителя, за Мессию, за Христа! Его за Христа будут почитать! Вот что случится! И люди примут, вот тогда уже люди будут находиться, действительно, в полной его власти! А теперь нет! Нет теперь, нет власти, иначе не было бы святых, не было бы преподобных, не было бы мучеников святых! Вот! Слышите? Только в той мере, в какой мы протягиваем руку, он может действовать на нас! Поэтому надо стараться, насколько это возможно, не протягивать ему руку! Следить за тем, о чём мы начали с вами разговор – следить о своей совести! Субтитры создавал DimaTorzok